доброго всем времени суток с вами texer и мы попробуем продолжить играть в plane механик ну я уже заправил эту же лыгу залил в нее масло почистил ботинки пилоту погрузил бомбы постирал его памперс теперь можно приступать собственно к работе механика у нас проблемы с маслом естественно заправляем масло а мне повезло я полез заливать масло в правый мотор не засчитали задание так как я понимаю только в правом моторе не хватало масла а раз правом моторе не хватало масла значит в нем проблемы с маслом и есть в левом я просто мордой к нему стою в левом моторе конечно же в левом и поэтому в правом мотор мы не полезем и И смотри, какая тут обрезала эта штука, ну-ка, тут обрезала была только крышка, я так понимаю, хорошо, блин, против солнца, там так надо, эти эффекты засветовые, они такие хорошие, давай, я хочу проверить, центральный привод, но с генератором все хорошо, топливный фильтр, что самое интересное, с масляным фильтром тоже все зашибись, там, который снизу был, центральный привод живой, так бывает, так, радиатор тут не масляный, радиатор тут охлаждение, поэтому радиатор мы не трогаем, возможно, проблема с давлением масла в правом моторе, все-таки, я-то вообще не знаю, в чем тут логика, ну, просто я вот налил масло, мне сказали, все, залив масла, засчитан, маслом можно даже не заливать, или мне продолжит докапываться до этого мотора, ну, давайте пока подокапываемся, потому что я не думаю, что вот, уровень масла хороший в правом, поэтому в левом проблем с маслом нет, нифига, проблема здесь, где там, так, да не то, да блин, повернись ты, собака страшная, не, ну, а то, что компрессор, это фигня, ну, должен с удивлением сказать, что тут-то, похоже, все в порядке, там еще что-то, какая-то была хреновина мелкая, блин, вот он, вот он, вот он, клапан контроля масла, кто лучший механик на этом аэродроме, я лучший механик на этом аэродроме, поэтому не надо меня заставлять, заправлять, клапан контроля масла, а, белая, а то желтая должна быть хорошо, накапаем масло в клапан контроля масла, и он сразу исправится, где последняя, где последняя, ремонт больше 100%, 130%, деталь лучше новой, деталь полностью отремонтирована, шикарно, все, я считаю преступлением такого механика заставлять заправлять самолет, вешать бомбы и так далее, каждая минута такого механика должна быть посвящена именно ремонту самолетов, а не всякую фигню, с которой исправится, кто угодно, уже чутье, я уже прям почил, что этот мотор неисправен, и пошел сначала наливать туда масло, а потом его чинить, ладненько, я когда запускал игру, там в менюшке видел надпись 98% прогресса, поскольку в звании у меня не 98%, по-моему старшего сержанца недавно начал, наверное это все игры, то есть мне не так много осталось, что меня некоторые зрители уже утешают, что тебе чуть-чуть осталось, потерпи чуть-чуть эти заправки, ай ты, ну что, все жилыго лети, унеси своего хозяина от меня подальше, я по-моему даже не расписался, но, да видите мне с самого начала, очки заслу, то есть званий мне больше не будет, ну, отличная работа, отличная от других, все проценты не идут, я достиг карьерного максимума, мне больше ничего не светит, то есть меня не только заставляют всякую фигню делать, меня еще и с жалованием обделяют, не с жалованием, с карьерным ростом, ну, какого хрена, вы можете сказать, что я каждый раз так возмущаюсь, вы очень многого не видели, вот просто, вы не видели просто вот большую часть, кукурузник там, спидфайр, ладно, вот с этим самолетом, вот это вот, это практически каждая миссия, предыдущая миссия была без этого вот, ну ладно, три пункта, каждая миссия вот с этого начинается, их было до хрена, я эти пункты видеть не могу, спокойствие, только спокойствие, я за кадром это проделаю, и вы увидите только вот это. Что, кстати, пишут, сегодня важный день, команда мне желает показать самолет публике, и в качестве первой цели выбрала штаб гестапо Восла, также они хотят, они хотят штабу гестапо показать самолет, ну хорошо, я сделаю его красивым, также они хотят, чтобы демонстрация прошла безупречно, поэтому на ресурсах можно не экономить, сдали ей все жидкости, разбери оба двигателя и замени все детали, находящиеся не в идеальном состоянии, самолет уже перекрашен для фотографий. Чего? Мне в хорошем состоянии тоже менять? Ладно, мы все еще это увидим, я так понимаю, это последняя миссия. Ну что ж, встретимся после заправки. Так, ну что ж, главное не забыть бомбу, потому что сейчас я бомбу повесить забыл, а давайте запихаю их по-быстрому, а вы посмотрите, что я могу еще сказать. Потому что, блин, это тоже очень увлекательно. И пошел вешать бомбу. Ну, несомненно, видели, я в какой-то серии вешал, может даже не в одной. Не долго, но непонятно на хрена. Бомба погружена. Не долго, но противно. Итак, я залил топливо. Я залил топливо. Я залил масло в левый мотор. И сменил там масляный фильтр, он был убит. Ну что, погнали разбирать. А как себя чувствуют колесики? А колечко у нас офигительное или? А то хрен его знает. Может тут тоже надо посмотреть. Ну не, вроде норм. Все идеальное. Вот, я не знаю, хорошие детали. Менять, не менять, не знаю. Загадка. Нормальки, не могли написать. Я сейчас не заливал еще охладиловку, потому что ее проще заливать, когда все снято. Я надеюсь, это работает. Лечок поганый открывать. Что нас ждет? Нас ждет полная разборка мотора. Полностью, вообще. Я думаю, даже с винта докопаемся. И мне кажется, это правильно, потому что, ну черт его знает, где не исправить СИИГ. Я подозреваю, что это последняя миссия. Ну, есть у меня такое ощущение, что прямо такое глобальное, но последняя. Званий больше нет. 98% меня показали при входе в гору. Ну, последняя. Миссия, ну давай ты будешь последняя. Ну, этому самолету нечем больше меня удивить. Ему изначально было особо нечем удивлять. Ну, ладно, погнали. Итак, пока у нас на счету один масляный лидер. Ну, естественно, тут все хорошо. Вот там что-то красное светится. Я вот даже не знаю, вот она, вон, 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 вон. Магнета. Я вот даже не знаю. Наверняка тут. Стоп, удал, тут что-то там внутри есть убитое. Не могли же они магнета обойтись? Да? Это было смешно. Так. Ну еще, я думаю, просто тупо все разобрать и вообще не париться с этим делом. Прошневую, чтобы увидеть, да? Есть, есть слабый такой, как, слабая надежда, что вдруг не лезть в прошневую. Ну, кого я обманываю. Еще стартер. Круто. На свечи, да? Не хочется. Не хочется, ладно. Уговорили. Вернее, я сам себя уговорил. Так, винда что-то хочет обновить. Собака такая. Вылези из кабины нечисти. Пойдем починим эту дрень. Можешь, правда, вот так начать разбирать второй мотор? Ну блин, не может быть. Вот, чтобы тут магнета, а там какая-нибудь тельня мелкая, да? Я чуть не верю. Деталь полностью отремонтирована. Прекрасно. Прекрасно просто. Так. Детали пришпандулись. Вот, хоть свечи хотя бы, но должны быть хреновые. Я так думаю. Тем не менее, вот оставим, оставим это дело полуразобранным, кстати, тут. Что-нибудь там, что-нибудь такое, нет? Нет, 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 нет. Нормально, да? Это все хорошо. Ладно. Я еще загляну. Так, разбираем туда тут. А, не-не-не-не. Идем, ползем, вернее, ползем заправлять масло. Так, что мы видим? Что мы видим? Зелененький. Хорошо. Так, от всей души, надеюсь, что я тут дотянусь до шланга. Да черт возглава, дотянь сейчас на него. Ладно. Мы-то поприсмыкаемся, как тут называется в меню. Все. Сейчас нам засчитают масло. Замечу, магнета нам не засчитали. То есть, что-то либо там в глубине мотора, либо тут в моторе. Ну, это логично. Просто я бы не хотел весь мотор разбирать. Единственное, все два мотора разбирать. Конечно, да, можно немножко схалтурить. Ну, голову у блока просто снять. И чё? Нормально. А, убрал шланг. А, я, по-моему, заправщик не отцепился от заправщика, да? Так. Вот тут все лазанее, ну блин. Все, больше сюда не пойду. Больше сюда не пойду, заправщик можно как-нибудь с задненькой миру утянуть. Что так? Я застрял. Я головой застрял в крылья. Да. Вот так тут работает. Заправщик, блин, поехали уже куда-нибудь. Все, с маслом мы покончили. Сейчас посмотрим. Ну, посмотрим на радиатор. С радиаторами все хорошо. Окей, давай тут разбирать. Фотореалистичное солнце, блин. Больше всего я мечтаю, чтобы меня было ни хрена не видно. Нет, ну я не думаю, что легко это делать. Что я сейчас какую-то магнетку меняю, и у меня наступит счастье. Такого быть не может. Ну, если что, я тогда за кадром разберу моторы, сообщу о результатах разбора, соберу моторы. И, надеюсь, мы помажем план механику ручкой. Ну, давай, хитрюшка. Покажите мне, что там у вас не работает. Да, мне еще холодилку залить, но это не страшно. А так, чего? Наведу что-нибудь? Вряд ли. Я слишком наивен, да? Этого не может быть, потому что этого быть не может. Только не сверху. Там зелененькая. Все идеальное, куда ни плюнь. Кстати, тут действительно только идеальное. Вал редуктора. Ну, система охлаждения идеальна не может быть. Так. Идеал. Все идеал. Ну, и клапана свечи. Сто пудов клапана свечи. По-другому и быть не может. Стартер. Идеальный стартер стоит. Как часто вы видите идеальный стартер? Да постоянно. Так, ну все, господа. Значит, беру гаечные ключи и удаляюсь в недра мотора. Сначала... Так, ну, как я и говорил, вот оно поехало. Кстати, почему-то не все клапаны у меня тут отсканились. Ну, вот поврежденный, вот поврежденный. У меня два поврежденных клапана. Причем вот этот посвечивает как сволочь. Ладно. Снимаем. Разбирать все равно полностью. Так что снимаем, елки. Будут такими кусочками включения, видимо. Свечка. Еще свечка. Вообще, я могу потом списком это дело вам показать на самом деле. Когда буду менять. Я подумал, над этим пока буду разбирать. Так. Что мы имеем по левому двигателю? Я весь его разобрал. Патрубка от волода и хладоносителя. Причем, что интересно, я не видел, что он сломанный. Четыре клапана, свеча, два кольца и поршневый цилиндр. Вот такая вот фигня. Ну, я надеюсь, что там в винтовой группе ничего нету. Ну, хрен его знает. Тогда еще раз глянем, что-то вообще может быть. Хрен снимем. Капот, капот. Снизу посмотри на мотор. Надо все увидеть. Потом не гадать. А то, если я два раза разберу и соберу мотор, у меня это как-то радости не прибавит. Отлично. Смотри, что еще могу заводить? Тут какая-то хренотень у него стоит, да? Нет, показалось. В принципе, мы все поюзали. Да? Регулятор оборотов воздушного винта и крышка редуктора. Мы же все поюзали. Да, идеально, идеально, идеально. Все офигенно. Ну, что ж. Тогда сборка. Сборка. И потом ко второму мотору. Или это не собирать? Ну, мне же не скажут, что я все сделал. То есть, если я не собранные детали не поставил на место. Нет. Ничего хорошего мне не скажут. Погнали, короче. Ээээ. Все, все равно поршки были хорошие. Я что-то так задумался. Одел эту штуку и задумался. Ладно. Одеваем. Встретимся на собранном моторе. И так, по второму двигателю. Карамысловые механизмы. Редко, кстати. Я, по-моему, ни разу условно не видел. Четыре клапана, два кольца, одна свеча. Странно, мне казалось, что две. Впрочем, этот цилиндр. Все меняем. Ничего не чиним. Все идет в пень. Возможно, этот можно было починить, но... Не знаю. Мне не надо. Мне не надо. Мне и так хорошо. Ну что ж. Собираем. В тот я уже налил охлаждающей жидкости. Этот сейчас соберу, налию жидкости и посмотрим, я закончил или я не закончил. Ну и, в общем-то, ни хрена. Остались у меня в кармане только кожухи. Что у нас все хорошо, не выдает. Так, три. Ну тут... Тут радиатор. Он хороший. Он зеленый. И там радиатор зеленый. Ну что, докопаемся до пропеллеров. Давайте пока выключать не буду. Еще вариант заднее колесо. Так, кстати. Норм, норм. Винт норм. Я не знаю. Тут еще идеально. А, кстати, не знаю. Хорошая была, нет? Гайку-то я не посмотрел. Ладно, разберем. Что нам? Фиг ли нам не посмотреть так? А? Нормально. Даже не знаю, что сказать. Регулятор нормальный. Давайте разберем. Я не против. Я не против. Там какую-то галину патрубоку в том моторе. Это в этом тоже может быть. Еще вариант заднее колесо. Я не знаю, что тут еще у нее собаки есть. Давайте разберем, посмотрим. Шестереночка такая. Тут тоже дофига винтиков. Ну ладно, давайте я его пропеллер разберу. Что найду? Включу, скажу. Ну, как я предполагал, вот оно. В винтовой группе тоже должно было быть что-то сломано. Нет. Нет? Нет. Ставлю, что я сейчас, наверное... А, это пробка не закрыта. Я тебя разобрать не могу. Здесь что-то охладило в канале-то. А теперь могу. Ага. Ага. Ну, надеюсь, на этом будет все. Муторно. Ну, бывало хуже, конечно. Ну, тут просто тупо разобрать два мотора. Это, кстати, еще немножко, так сказать, в минус игре, что я вот могу просто тупо разобрать. Никаких знаний не требуется. Просто берешь... Просто берешь... Нормально. Давай снимем. Берешь и разбираешь. А потом идешь к машине, делаешь вот так вот. Вал в воздушную минуту. Отлично. Опа. Все, домову поменяли. И мы счетап на место ставим. Ничего сложного вообще. Все. Самолет в идеальном состоянии. Ну что ж, давайте я по-быстрому все это соберу, залью. И тогда на отмашке встретимся. Надеюсь, он последний. Ну, вроде как и все. Смотрим. Запчастей нет. Смотрим задание. Все зашибись. Ну. Я что-то не уст... Я что-то не устанавливаю? А... А чего? Крышечку. Крышечку. Сто пудов крышечку. Ну-ка. Ни хрена не крышечку. А чего я мог установить? Не установить. У меня... У меня... У меня нет запчастей. Что не так? Что, черт возьми, не так? Там крышечку. Не, ну реально. Это... Какая-то фигня. Типа крышечки. Я так... Думаю, не здесь, не здесь, не здесь. Ну, раз у меня деталей нету. Все детали сняты с самолета, отображаются в инвентаре. Правильно? А... Если у меня деталей нету, значит, это крышечка. Логично. А... В смысле? Я могу... Не могу и не снять, и не одеть. Я даже крышечку не могу отрутить. Так... Но боговина... Баговина где-то здесь. Баг система... Я крышечку не могу. Ладно, я с этим сейчас буду разбираться тогда. Ну, я нашел. Это была крышечка. Не эта крышечка. Эта крышечка отбаговалась, и все с ней было нормально. А крышечка масляного бака, который вот тут вот скрыт. Я самый первый масляный бак не закрыл. В этом вся беда была. Ну, я правильно понял, что это крышечка, поскольку деталей-то у меня не осталось. Ну что ж. В полет. Ну что ты последнее? У тебя уже шкала кончилась, блин. В куда я играю? Здесь мне даже очки опыта не может вкладывать. Не все надежно перевенчатся. Обтекатель. Хорошая работа. Завершить карьеру. Идеальное задание. Неудачное задание. Ноль. Вынуждены на посадке. Ноль. Пропущенное задание. Одно. Ну что ж, господа. Это конец блистательной карьеры моего старшего сержанта. Он где-то пропустил одно задание. Я не помню, где он его пропустил и как его можно пропустить. Тут нет кнопки пропустить задание. Видимо, проваленное задание имеется ввиду. Итого. На пенсию. Давайте посмотрим, что нам нарисуют. Нарисуют ли нам что-нибудь. Какой я обтекательный не прикрутил. Хорошо. Где-то винтик забыл. Все. На этом игра закончена. Ну что ж, господа. В целом, игра была неплохая. Не могу сказать, что прямо игра фу-фу-фу отстой. Игра была весьма неплохая. Ну, скажем так. Она была неплохая в первой трети. Она была чуть понуднее во второй трети. И она была пипец какой нудной своей третьей трети. Вот этот москита просто достал меня своими заправками. С заливками хладагента. Ну, в меньшей степени, должен сказать. В основном заправками. Заправки это жопа. Каждая миссия начиналась с заправки. Нахрен не нужны вот эти бомбы. Ну, ладно, там пару раз показали. Ну, хотя может какая-нибудь починка там была бы. Какие-нибудь краштейны бомб чинить эти. На чем они держатся. Или лючок бомб чинить. Чтобы хоть что-то делать. Не просто вот тупо повесить 4 бомбы и все. А хоть что-то там делать. Но самое главное заправки. Ну, хладагент залить примерно в тех же количествах, что и в спидфайерах. Хладагент заливал масло. Налить. Но тоже примерно в тех же количествах. С поправками на то, что тут два мотора. С мотором копаться. Вот с москита почему-то на диво неинтересно было копаться с мотором. То есть тут не было как-то. Мне показалось, что на спидфаре было разнообразнее. И очень игре не хватает того, чтобы у нее сделали именно по повреждениям. То есть, обратите внимание, в москита мы пробоины не заделывали вообще. По нему не стреляют, да? Было бы очень прикольно, если бы действительно прилетал битый самолет дырявый там. И вот по этим пробоинам латали пробоины. По пробоинам примерно так смотреть, куда там она в самолет попала. И чинить это что-то в самолете. Кстати, замечу, в москита не было рации какого-то хрена, хотя она там есть. Но как-то вот это все странно очень. В спидфаре была мини-игра на второй раз, а тут нету. Все это как-то очень странно. Такое впечатление, что в конце уже авторы забили и миссии к москитам делали на отвале. Просто вот, на тебе заправку, на тебе еще заправку. Потрать на миссию, на заливку жидкостей 20 минут и на ремонт самолета 2 минуты. Ну вот реально же была такая миссия, где только регулятор масла, давление масла клапан поменял и все. Остальное время я заправлял, заправлял, заправлял. Ну вот это конечно минус к игре. А в остальном неплохо. Если бы убрали заправку, игра вообще бы на ура зашла и прошла бы бодренько. Нормальный такой механик. Ну конечно, мало очень диагностики. Хотелось бы диагностики. Здесь все свелось к тупой разборке мотора. Вот даже после миссии, приведите все в идеальном состоянии. Тупо разобрал, собрал. Ура, я привел. Ну что ж господа, а на этом все. Всего хорошего и до новых встреч. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok